Добрый день, мои дорогие зрители, мои подписчики и прекрасные зрители! Сегодня мы с вами в очередной раз на Блошином рынке в центре Москвы на Тишинской площади, дом 1 в центре Москвы. Сегодня на Садовом кольце проходит Московский велофестиваль, и поэтому мой маршрут до рынка изменён. Я давно не была на этом рынке, и здесь всегда располагаются самые интересные, самые редкие антиквариат, самые чудесные вещи. Мы с вами идём вдоль длинного прохода, по обе стороны, от которого расположены стенды, или можно назвать мини-бутики, наполненные сокровищами, самыми настоящими сокровищами, редкими и неделительными вещами. Продолжение следует... ...глазинка... ...это.. ...по что я делаю, это только человек, которые... ...седая кольца, может быть, не может быть, есть, ...и птиц, это то, что это, что я делаю, ...это使用... ...по что я делаю. Надо же, для ножей какие интересные собачки. Ой, прелесть собачки для столовых приборов. Вот Анна, Бутик Анны. Давайте посмотрим, какие здесь замечательные вещи. Во-первых, такие деревянные коробки, серебро, лампа, тут мы 가지고 песня самой. В已經 веке вышло ее на трв slave�. И grande деревянные коробки, stronger панирую是什麼? О, никогда не видела, здравствуйте. Такую, что и внизу три, и наверху, прям такая сложная, не видела там, да. Надо же, а чья это такая? А вот для тебя снимаешь? Нет, для Ютуба. А, я ее позвоню. Марию. Получно светло у меня снимаю. Друзья, прекрасная новость. Мосвинтаж возвращается на прежнее место в музей Москвы со 2-го, в Зубовский бульвар, дом 2, со 2-го июня. Будет работа 2-го, 3-го, 4-го июня, 9-го, 10-го, 11-го, 12-го. В июне будет снова Мосвинтаж работать. Ура, ура, ура. Отдумала, вы мне расскажете что-нибудь. А ваше что? Вот это вот. Думала, вы мне расскажете, что будет. Такое блюдо красиво с рыбачилой. Снимаем. Смотрите, какой бубен. Ребята, это бубен. Смотрите, как она одета, сколько вкуса. Это ваш стенд, хозяйка стенда, да? А как вас зовут? Женя. Женя. Вы просто красавица. Вы меня поразили своим... Приходите на музей Москвы. Музей Москвы всегда бываю. С какого там дела? Со второго, по-моему. С второго, да. Пожалуйста, мы там тоже будем. Теперь здесь до сентября. Будете скучать. Да, нет. Но я в страну на лето уезжаю. Но на мост винтаже я всегда. Я думала, его уже перевели в подвал и навсегда. Нет, по-разному мы бегаем. А вы уже там оформляете сейчас, да? Ну, красавица, красавица. С вам удачи. Всего самого хорошего. Только у меня они подвергают. Да, 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 конечно. ОВЗ. Ложки тоже, думаю, наши. Знакомый рисунок. Золотые, позолочные, мельхиоровые. Красивые. Коробочки. Вазы это, по-моему, Ленинград, да? Нет. Это, по-моему, Ленинград. Вот тарелочки. А тарелочки-то чьи у нас? Немецкие. Немецкие. 1400 все, да? Ну, человек. Стоять. 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 Знаю вообще ложечки прямо с ними. На адресе столько было. А вот эти вот чудесные вазы, это чьи такие красивые? Объединяю. Вермании. Вермании. Я не уверен. А, нет. А вот ЛФЗ. О, а я ЛФЗ так и не видела. Посмотрите. Какая красота. Спасибо вам большое. Удачи. Так она с камушками даже украшена, ну, для вечеринки. А это уже летний вариант горошек. И вот разные цвета вот в коробочке. А, и вот разные цвета. Есть цвет бархата, есть хлопок стрейч. Ну, это вы сами делаете, да? Да, да. Да. А, вы кузовку оба. Да. Понятно. Ну, частично привлеченные мои подруги, с которыми мы обмениваемся. Я им свои даю. Значит, вы носите сами такую красоту. Здорово. Вообще так приятно, когда дамы выплывают в таких шляпах. Ой, как мне это нравится. Вот же мой. Вот как раз одна из авторов вот этих вот шляп. Сейчас я ко мне направляется. А вы дадите свой телефончик, если что, просто сфотографировать? Можете в инстаграм. В инстаграм. Да, да. В инстаграме нет. Ну, не важно. Телеграм есть. Да. В телеграме. Все, спасибо вам большое. Здравствуйте. Здравствуйте. Я уже... Ой, а вас можно сфотографировать? Нет, не надо. Потому что вы так красиво одеты с этой штучкой. Не тот свет. Фотографироваться нужно, когда ты... А или фотографировать видео. Получается... Да. Смотрите, какой петух огромный. А сколько ваш петух стоит? Семьсот тысяч. А бегемотик? Бегемотик тоже нет. Да? Ну, хороший. Семьсот тысяч. Ну, петух, конечно... Ну, в общем, я из-за петуха пришла. Меня просто поразил. Это вот стол к жиле, да, у нас? Да. Так, ёлочку не видела. Здесь фигурок много. Прямо и направо. Снеговики. Прямо направо. Нет, фигурок у меня нет. У меня посуда такая. Вот. Это вот новая гжель, цветная, очень красивая. Корзиночка это тоже гжель, цветная, новая. Все под глазурные краски. А вот эта пара тоже гжель, да? И вот эта гжель? На сколько гжель? Это вот цветная гжель, новая. Это вот старая гжель. Старая? Вот не видела такой. У меня синий с белым. Это вот делали немножко, добавляли костяной фарфор. То есть видите, она посветлее немножко, чем все остальное. То есть она, видите, тех времен, тяжелая. Понятно. То есть вот старая, туда добавляли костяной фарфор, и она немножко светлее. Да, правда светлее. Правда же? Вот чашечка лежит уже свежая, видите? И рядом на тарелочке вот это уже номера не отличается. Да, да. Кстати, моя любимая гжель. Спасибо. Ну хоть посмотрела, что там теперь еще есть. Спасибо, друзья, что были со мной. Вас ждет продолжение. И я покажу, что я купила на блошином рынке. Будет очень интересно. А всем вам самого хорошего, света и мира в душе. И мирного неба над головой.